дорогие друзья дорогие друзья всем добрый вечер с вами григорий мирошинченко город симферополь пока следующий вебинар у нас будет из щелябинска и группа компании skyway прежде всего я прошу поставить сюда плюсики по 10 балльной системе либо же то есть как меня слышно и как меня видно так 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 слышно видно меня замечательно чудесно габриола говорит первый раз зашла вообще в мирополис чудесно у вас получилось все это здорово это замечательно итак дорогие друзья сегодня вебинар у нас будет немножко укороченный в том плане что во первых у нас очень жарко очень жарко не просто ввести после целого дня работы до любовь от любушка из крыма она понимает что это такое это 40 и более наверно градусов температура такое по официальным данным бы было за по моему за всю историю наблюдений такого не было чтобы уже практически неделю держалась такая температура а это первое это первое второе что я хочу сказать конечно же по новостям первая новость мне хочется всех поздравить от имени анатолий дуар чиницкого с тем что даже в такую жару мы здесь работаем продолжаем не останавливаемся и в крыму то же самое просто мне с божьей помощью посчастливилось побывать то есть увидеться здесь антолий дуар чиницкий непосредственно в крыму и чему я был поражен больше всего вот дорогие друзья еще раз на этом вот заостряю внимание просто заостряю внимание что тогда когда мы отдыхаем антолий дуар сидит и работает с циркулем с линейкой с чертежами и так далее так далее вот просто понимание что значит назад пути нет мы двигаемся только вперед и у наш успех обеспечивается вот прежде всего ну прежде всего не только подачи низко но всей командой все его команды вот вот все абсолютно команды начиная с любого фонда с любого абсолютно особенно то что мы занимаемся больше как бы фондом капитал и это евгений кудряшов это и на джан это ирина волкова это лариса артамонова 7 сибиряков сергей анатольевич это волков владимир это вот 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 лёша сухадоев от всех можно перечислить я надеялся что сергей анатольевич сибиряков обещал мне выйти на вебинар на этот вебинар но когда я ему позвонил буквально 30 минут назад он находился в самолете и сейчас уже он летит пока не буду говорить куда почему потому что новости это эксклюзивнейшие эти новости могут дать невероятный результат невероятные поездки анатолий дуар чиницкого и дмитрия вене виктор игоревича бабурина в какие страны в какие регионы об этом вы узнаете я думаю максимум через неделю максимум когда будут уже результаты вот это очень нужно понимать да анатолий дуар чиницкий вот действительно это это но вот просто виде его в поседневной жизни начинаешь понимать вот с кем мы находимся ребят с кем мы находимся и куда мы двигаемся это что я сегодня тему вебинара вот следующее продолжение по деньгам мы начнем со следующего вебинара но помните рассылку которая дал да в этой рассылке было написано с факты упрямая вещь самая упрямая вещь это факты вот факты хотим мы или нет чем бы вы занимались куда бы вас не приглашали киевом сказочные горы не обещали факты упрямая вещь и один из самых вот сегодняшний последний факт который если добывать добывать ребята я не помню кто или игорь помогал в электор написал что теперь будут делать тролли что теперь они будут говорить действительно это потрясающее новость последняя новость ребята она все есть читайте и и осознать осознавайте что такое мало того что мы получили подтверждение сертификации iso 9001 о нашем менеджменте помните я говорил на нескольких вебинарах сейчас уже как бы новость само собой разумеется но для новичков и для тех кто сомневается это новость надо повторять это подтверждение нашего менеджмента то чем мы занимаемся в правовой поле по всему миру и около двух лет проектная организация skyway успешно функционирует на территории беларуси более трехсот трудоустроенных высококлассных высокооплачиваемых специалистов это развитое производство два проведенных гигантских эко фестиваля последний из которой собрал более 5000 гостей из десятков стран мира успешно дорогие друзья успешно пройдена первая в новейшей истории организации налоговая проверка с 2015 по 2017 год еще раз подчеркиваю те кто связан с бизнесом вообще с пониманием что это такое тем более в беларуси и успешно пройдена первая в новейшей истории организации налоговая проверка за работу нашей работы за период с 2015 по 2017 год в рамках проверки не выявлено ни единого нарушения действующего законодательства а сама организация осва же освобождена то есть мы освобождены с вами от прохождения дальнейших проверок на следующие пять лет пять лет комментируя это событие представители бухгалтерии организации отметили особую важность подобного мероприятия для имиджа компании и прозрачности ее деятельности выработанная компания и политика в области качества показала свою состоятельность и перспективность которую можно использовать как стандарт не только в беларуси но и по всему миру и вот вот чисто только из этого просто можете не только ура как говорится поставить восклицательные знаки и эту информацию дать тем тем кто еще сомневается в чем-то далее что у меня было написано в рассылке я вам просто ребята повторю да действительно это высший бал высшее признание прохождение именно налоговой проверки это невероятный факт действительно невероятный факт ну а дальше следующее это факты а факты упрямая вещь это то о чем я сейчас сказал то что я перед этим повторил факты то есть де-факто мы признаны официальной абсолютно легально работающей компании не только в беларуси но и по всему миру а теперь просто-напросто загляните правде в глаза и примите решение сегодня загляните правде в глаза и примите решение сегодня почему потому что а то что декларирует компания она выполняется единственное что по срокам это может быть как виктор тарасов говорит финансовый консультант крупнейших банков который действительно понимает куда он присоединился и почему он ведет урок финансовой грамотности это тоже неоспоримый факт что такие люди с таким имиджем являются нашими партнерами и больше того обучает финансовой грамотности дают понимание что такое акции облигации вообще что такое финансовая грамотность ее нет практически вообще у меня огромная просьба приходите слушайте анализируйте так вот заглянуть правде в глаза и принять решение к чему это я говорю почему это написал по одной простой вещи что бы там ни происходило и вот сейчас но многие могут написать что но как у нас же приходят крупные инвесторы что у нас идет все замечательно что у нас действительно сегодня у нас было сбор лидеровского состава капитал я говорю сейчас по капитал на это можно перенести и на все остальные фонды на все фонды и на головную компанию что мы выполняем свои обязательства точно также но сейчас надо будет еще больший приток денег почему потому что мы переходим на этап когда видели новости до закупается оборудование очень дорогое оборудование до для начала мелкосерийного производства и для этого нужны средства точно также начинается строительство скоростной трассы еще 22 километра у нас построены три участка 4 участка по километру длиной а нам надо еще 22 километра это автоматическая система управления это стенды испытательные стенды где тот же мотор мотор колесо должно проехать условно говоря 5 миллионов километров чтобы ничего не загорелось что было все безопасно и так далее так далее то для этого нужны деньги если кто-то успокоился на том что он приобрел пакет и теперь он просто наблюдать когда же будут дивиденды это ребята с одной стороны хорошо здорово и вам низкий поклон а с другой стороны хочется к вам обратиться я все время об этом говорю берите пакеты финансируйте технологию плюс к этому те акции которые вы приобретете сегодня пройдет немного времени и эти акции принесут вам действительно огромные дивиденды риск есть всегда и во всем но у нас нет прежде всего технологического инженерного риска и у них нет мы сегодня уже это продемонстрировали семи тысячам инвесторам в экофесте буквально ровно месяц тому назад чуть чуть больше месяца три дня тому назад мы это продемонстрировали всему мировому сообществу в лице представителей группы компаний skyway с разных фондов на экотехнопарке в минске в маленькой горке то есть дорогие друзья есть у вас пакеты замечательно открывайте еще даже небольшие пакеты берите начинаете просто сегодня завтра послезавтра я никогда не поверю что у вас нет там допустим полторы тысячи рублей в месяц или три тысячи рублей в месяц зависит от того какие у вас какое финансовое состояние помогайте технологии а технология поможет вам а точнее нам почему потому что мы уже здесь потому что мы уже партнеры и мы готовы к тому чтобы закончить вот именно завершить эту сертификацию профинансировать ее и в момент закрытия входа в корневую систему сказать да мы это сделали далее начинается следующий этап и почему еще в рассылке я отметил этот момент что завтра имеет тенденцию не наступить никогда понимание завтра человек да я это сделал и завтра я буду ждать когда у меня будут дивиденды естественно замечательно но у вас огромное количество друзей знакомых родственников которые еще не являются партнерами skyway они еще не финансировали у есть у них есть какие-то сомнения вот сбросьте им эту информацию и как в чатах я не помню то есть ребят написал что тролли будут писать а покажите нам документы финансовой проверки а покажите то другое третье будет все это возможность показать и отчет показать что мы прошли налоговую проверку что мы признаны абсолютно легальными что мы имеем сертификат качества 9000 0 0 1 и со 9000 0 1 и это вот наши глобальные козыри которых это факты это факт ребята против фактов не попрешь и то что мне часто говорят ой григорий михайлович прям завтра станут все миллионерами но не стану не станут по одной простой причине что они сегодня не верят они не поверили антон дачи низкого что он в первом своем обращении во втором обращении говорит о том что дорогие друзья мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации самый крупный бизнес то что сделать и финсон форт и бой это гигантские отрасли мы это начинаем делать сначала и это подтверждается тем что мы сделаем сейчас белоруссии дальнейшем это франшиза будет распространяться по всему миру наше производство будет и в индии в россии в белоруссии и в казахстане и в америке не знаю где в южной америки везде везде абсолютно и в бразилии и в китае это будет и это опять же факты которые подтверждаются участием во всемирных выставках так и хотел сейчас высказаться куда улетел сергей анатольевич сибиряков но чуть-чуть терпения вы узнаете куда улетел он почему алексей субадович сейчас вернулся домой и сидит готовить документы документы для того чтобы общаться с высшими действительно людьми которые принимают решение именно решение не просто чиновники которые могут послушать и а поковырять пальцем в носу и подумать надо или нет это те люди которые донеся до которых информацию мы понимаем что они могут принять решение это очень и очень важно вот вы знаете о счет на одном дыхании выпаливаю и еще раз повторю то те новости которые появились сегодня которые были чуть чуть раньше если у вас нет информации найдите это буквально полтора месяца два месяца тому назад информация что мы получили то 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 мы подтверждены тем то тем то тем то факты самая упрямая вещь и еще согласимся с тем что в наше время необходимо иметь несколько источников дохода кто с этим согласен пожалуйста поставьте плюсики что мы до должны иметь несколько источников дохода просто поставьте плюсики это нормально это здорово это классно а теперь представим себе просто многие еще не знают о том что в рамках группы компаний skyway у нас готовится от те структуры которые мы создаем игру сейчас по партнерскими вознаграждениям по партнер арки они будут работать ближайшие десятилетия это с и использованием технологий блокчейн это и собственно либо криптовалюта либо собственные токены которые не собственно а токены которые будут декотироваться невероятные которые мы будем продвигать которые мы будем пропагандировать за которые за эти токены то есть за эту крипту будет покупать возможно возможно будут оплачивать акции выкупать акции наших адресных проектов в дальнейшем это гигантская инфраструктура этой пункты отдыха этой пункты питания и И так далее, и так далее. Просто немного пофантазируем, в хорошем смысле слова, что готовится у нас в группе компаний Skyway. Готовятся невероятные вещи. И вот эти множественные источники доходов, которые мы с вами будем все иметь. И опять же, приходить на урок финансовой грамотности. Слушайте Виктора Тарасова, анализируйте. И непредвзято, консервативно оценивайте все то, что происходит у нас. И это действительно невероятные возможности. И те люди, которые, я думаю, что многие из вас наблюдают за теми, кто участвует в одном, двух, трех, пяти, десяти за эти три с половиной года. Некоторые люди поменяли десяток компаний. В то время как здесь они могли и заработать на партнерке очень и очень достойные деньги. В то же время самое может большее – создать свой огромный пул акций. Огромный пул акций. И зарабатываете деньги, имеете еще огромный пул акций или обязательств. А вдруг это правда? Что это действительно лучшее предложение на сегодняшний день. Это я вам уже, знаете, обозначаю такие моменты, которые можно использовать в своем общении с людьми. И сегодня я вот это коротко выдам вам. И на сегодня мы с вами закончим. Предложение для всех, но не для каждого. Действительно, предложение для всех, но не для каждого по одной простой причине. Кто-то захочет в этом вникнуть, а кто-то нет. Знаете такое выражение? Я вам часто его повторяю. Знать не значит понять, а понять не значит принять. И в этой стадии находится все. Мы все с вами находимся в этой стадии. В том или ином качестве. Знать не значит понять. Я знаю, но не понимаю. А принятие и речи не идет. Я знаю, понимаю, но не принимаю. Вот через эти процессы необходимо пройти, и это необходимо доносить и для себя осознать, и для людей то же самое. Следующий момент. Задайтесь вопросом. Просто можете записать просто текстовым материалом. Просто запишите себе, что мне мешает это сделать? И кто мешает? И зачем ему это надо? Кто мешает мне стать партнером Skyway? Кто? Что мешает мне? Что? Вот что? Ответьте на этот вопрос. Что? Ответьте для себя и для тех своих родственников, которые вам отказали в чем-то. Что мешает? Следующий вопрос. Кто мешает? И зачем ему это надо? Это может быть ваши самые близкие друзья, родственники, знакомые. Это может быть отец, может быть мать, может быть брат, сестра, с которыми люди начинают советоваться, и в результате возникает такой вопрос. Кто мешает и зачем ему это надо? Он говорит, что нет, не надо, хотя он вообще не понимает ничего в инфекционной сфере. Вопрос. А зачем ты говоришь мне, что не надо этого делать? Ты разбираешься в этом? Давай вместе разберемся. Давай вместе посмотрим на правду. Факты, самая упрямая вещь. Вот это как, у вас знаете, как шпаргалки должны лежать просто у вас на написанном столе. Вы общаетесь по телефону, вы начинаете общаться по скайпу, вайбур, где угодно. Это как шпаргалки. Факты – самая упрямая вещь. Ты согласен с этим? Да. Вот тебе факты. А теперь попробуй сказать, что это лохотрон, попробуй сказать, что это неправда, что нас обманывают и так далее, и так далее. Следующий вопрос. Что мешает мне это сделать? Мне. Что мешает? Моя леность? Это нормально. На прошлом вебинаре я говорил, что собственные пинки под одно место. Волшебные пендели, которые вы должны отдавать сами себе, не кому-то, а сами себе. Кто мешает вам это сделать? И зачем им это надо? Вот это, наверное, глобальная вещь, потому что я сегодня с тремя партнерами столкнулся в этом отношении. Что те люди, с которыми не успели пообщаться, как я обычно в шутку говорю, испортить их, они сами решили донести информацию, а те посоветовались с сыном, с братом, со сватом, с сестрой, там, с лучшей подругой, с лучшим другом, и те сказали, да ты чё, нет, не надо ни в коем случае, это всё чушь полная. То есть кто мешает? И зачем им это надо? Условно говоря, задайте, не условно, а просто спросите у того человека, который вам сказал, не надо в этом участвовать. А почему? И пусть он ответит на вопрос, почему? И вы услышите его аргументы, которые в конгрессном счёте могут и его сделать нашим партнёрам то же самое. Ещё раз повторю. Что мешает мне это сделать? Вам позвонить по телефону, договориться, вот как, что договориться, это же следующая вещь. То есть что мешает мне это сделать? Второй вопрос, кто мешает и зачем ему это надо? Это уже правильно обыграйте и задайте вопрос тем людям, которые говорят, ну, мне сын сказал, что не надо в этом участвовать. Или я посоветовал с кем-то, он сказал, что это не надо. Пусть этот человек спросит у того человека, а почему не надо? И пусть он обоснует. Напоминаю, факты – самая упрямая вещь. Ваши аргументы, факты, конкретные факты. Производство, вот оно есть, огромные производственные площади. Далее, вот оно, пожалуйста, испытательные стенды работают. Вот, пожалуйста, уже наши юнибусы бегают уже со скоростью 120 километров. Идут сертификационные работы, идут испытания. Факты, факты, факты. Ну и плюс к этому. Ваша задача – просто изложить факты, а решение останется за ними. И если их это устраивает, дайте им эти факты, покажите им это. Можете это тоже записать. Вы только изложите факты, а решение останется за ними. Если их это устраивает, они хотя бы согласятся на диалог. И еще, дорогие друзья, мечта и цель может быть маленькая, вот маленькая, может быть средняя, может быть большая, может быть вообще глобальная. В любом случае, плата за эту мечту, за эту цель, одна. Она одна, плата. Это ваша жизнь. В чем вы участвуете, где вы участвуете, в конечном счете, что о вас потом, не только потом, но и в ближайшее время, скажут ваши знакомые, друзья, родственники. В любом случае, за любую цель, плата будет одна. Это ваша жизнь, ваше время. Это может быть сказано жестоко, но это правда. Где вы участвуете, в чем участвуете, что вы создаете, какие ценности вы создаете для людей. Это очень и очень важно. Но и еще, дорогие друзья, самый большой риск в нашей жизни, это избегание всякого риска. Это самый большой риск. Это избегание всех рисков вообще. Мне же ли богато, нечего начинать, о чем мы говорили на прошлых двух вебинарах. Это так и есть. Можно ничем не рисковать вообще. жить или доживать, или выживать. В любом случае, что бы там ни было, но если вас жизнь достала, то потерпите немного, и она пройдет. Это может быть тоже жестоко, но это так и есть. И так как у меня огромное количество партнеров, особенно в Челябинске, далеко не молодых партнеров, но которые понимают, что они делают, понимают, для чего они это делают. И они пришли даже не за деньгами, они пришли для того, чтобы свои небольшие суммы по 25, по 50, по 100 долларов, кто может. И они эту плату делают ежемесячно, чтобы это состоялось. А уже по поводу того, на что мы это расходуем, наши отчеты, это факты. И конечно же, большинству людей не обязательно прямо сейчас принимать ответственное решение, становиться партнерами. Возможно, они все же не смогут найти, то есть, вернее, смогут найти что-нибудь попроще, то есть, менее глобальное. То, что может быть и не будет так глобально, как у нас, но все же что-то там для них важно. И это тоже, надо обсуждать, это есть де-факто. И еще. Начиная с после следующего вебинара, когда я буду в Челябинске, мы создали группу, и в эту группу, дорогие друзья, лучше не заходить. В эту группу, я повторю, лучше не заходить. Но если вы зайдете в нее, то у вас будет больше, у вас больше не будет отмазок на тему того, что у вас нет времени, что у вас что-то не получается, что вы неудачник. Просто вам придется признаться, попав в эту группу, в том, что дело только в вас. Что бы там ни было, вся причина только в вас. И в основном это ваша лень, элементарная лень. И вы примете решение, находясь в этой группе, либо действовать, либо же продолжать оставаться в, как я часто говорю на вбирах, в зале ожидания. Оставайтесь в зале ожидания. И это тоже не осуждение, это выбор каждого человека. Хотим мы или нет, но это де-факто, это так есть. Но помним, завтра имеет тенденцию не наступить никогда. Поэтому в заключении сегодняшнего такого короткого, небольшого вебинара я новости вам коротко озвучил. это глобальнейшие новости и применяйте их. Принимайте прямо сегодня. Это факты, что мы прошли налоговую проверку, что мы в данный момент освобождены на ближайшие пять лет от налоговых проверок. Почему? Потому что мы доказали свою состоятельность, потому что мы имеем сертификат высшего качества ИСО 9001 это основа нашего менеджмента и нашей финансовой привлекательности. А дальше выбор уже будет и за вами. Но прежде всего за вами, за теми, кто присутствует на вебинарах. А вот уже донести это до людей правильно, это уже та группа, с которой мы начнем с вами работать. Я не называю это обучением. Дорогие друзья, я у вас обучаюсь больше, чем вы у меня. Может быть, я в большей степени харизматик, мотиватор, что-то еще может быть, есть. Но то, что я получаю обратную связь и общаюсь с вами, это десятикратно. Десятикратнее важно, нежели все остальное. Еще раз в конце напоминаю вам, вернее, передаю огромный привет Антолиу Дородичу Юницкого, с которым мне просто посчастливилось здесь в Крыму буквально находиться некоторое время. И меня просто Антоли Дородич меня вводит, просто приводит в шок от того, какой работоспособности этот человек. Просто невероятная работоспособность. Тогда, когда нам хочется отдохнуть, попариться в бане, что-то еще, он работает. Он работает, мне учити же, как он меня попросил Григорий Михайлович, найди, пожалуйста, где там лежит мой этот, приношу там полный, вот такой мешок полный, карандаши, там бумага, там треугольники, там линейки и так далее. Там расчеты, фу ты, господи, как называется, я не математик, это делать, быстрые расчеты на этой линейке. Вот, вот, ребята, как, как, не поверить, не доверить, не продолжать финансировать, вот то, что мы с вами, нам нельзя останавливаться, нельзя. мы это должны сделать, довести, логарифмическая линейка, Игореш, спасибо большое, вот, вот, вот просто задумайтесь об этом, задумайтесь, и заканчивая сегодняшний вебинар, не длинный, короткий, действительно очень жарко, и сегодня задним, мы с Андреем просто в офисе, просто упарились, почему, потому что в офисе Академии наук нет этого, я, собственно, и так не люблю кондиционера, мы хоть и сквознячок там делаем, действительно, 40 градусов, они дают о себе знать, поэтому низкий поклон всем вам, что вы сегодня пришли на вебинар, почему, потому что я понимаю, пятница, ребята, отдыхайте, в это воскресенье, напомню всем, вебинара по финансовой грамотности не будет, Гузель уже говорил об этом, об этом, Виктор Тарасов находится сейчас в Турции на отдыхе, и следующий вебинар состоится в следующее воскресенье, но это будет супер, повторение вебинара, не просто повторение, а в более в развернанном виде, с привязкой к акциям Skyway, 13-го числа, то есть через воскресенье, еще раз всем нижайший поклон, до встречи на следующем вебинаре уже из Челябинска, там попрохладней, намного прохладней, во вторник, с вами был Григорий Мершиченко, город Челябинск, и группа, и группа,